Всем привет! С вами сегодня снова я, Виктория Крокус, и мне пришла в голову идея снять для вас полезное видео ТОП-15 канцелярских товаров, которые вы не знали, что вам нужны для школы. Я покажу самую небанальную канцелярию, и, скорее всего, вы даже не догадывались, что вам это необходимо в школе или в университете, в общем, на учебе. Если вам интересно посмотреть, оставайтесь со мной, давайте начинать. Еще в этом видео бонусом я вам покажу очень полезное приложение для телефонов, которое тоже вам очень поможет в процессе обучения. Первым делом на съемку этого видео меня вдохновило две бумажные тетрадочки. Сейчас я вам объясню, в чем их большая польза. Можно приобрести в Зака или на Алиэкспресс. Это красивые листочки туду-листов. Они есть в разных цветах, но я вот себе выбрала розовый. Каждое утро или перед сном вы достаете этот чек-лист и на следующий день себе планируете какие-то дела, если они у вас есть, чтобы ничего не вылетело из головы. Ежедневники все-таки нам добавляют какой-то ответственности, что каждый день нужно поддерживать продуктивность, хотя это немножко вредно бывает. А вот такие чек-листы вы можете использовать и раз в неделю, и два раза в неделю. В общем, они вас не обязывают вести их каждый день. Сверху вы выбираете ваше настроение, потом пишете дату, день недели, и тут у вас есть очень много места для того, чтобы записать все свои дела. В дальнейшем вы сможете отметить их выполнение, поставить себе баллы, даже типа оценку за день, ответить, сколько стаканов воды вы выпили, и также, что немаловажно, довольно-таки большое пространство для того, чтобы записать ваши заметки, а это очень важно. Снимает с вас ответственность по поводу того, что вы должны оформлять все красиво, и просто служит вам как полезная напоминалка. Моя мама лично покупает себе только подобные планеры, потому что она не хочет заполнять блокноты, и не любит писать и украшать. Я вот на таких штуках люблю расписывать какие-то сценарии для видео, или вот как сегодня, какую канцелярию должна вам показать. Так что для меня это имеет даже, может быть, больше преимуществ, чем ежедневник, но минус в том, что потом придется просто это выкинуть, вы можете их носить в своем дневнике или в какой-то тетрадке, просто на учебу с собой они не занимают много места, как тот же самый ежедневник. Но минус в том, что они быстро приходят в негодность, и, скорее всего, они у вас не сохранятся, ежедневник можно будет свой перечитать через 10 лет, и с ним ничего не случится, также его может быть более приятно оформлять какими-то наклейками, стикерами, украшать, так скажем. Заведите специальный блокнот с подобной разлиновкой для того, чтобы записывать какие-то правила. У меня в школе была обычная белая тетрадка под правила по русскому языку, под химические правила, для физики, определения по геометрии. Ну, потому что тогда еще не было таких красивых тетрадок, а сейчас за 90 рублей вы можете купить вот настолько классную тетрадку и все тут записывать. Мне кажется, что это очень удобно, особенно поделено на поля. Если вы думаете, что это пригодится только в школе, а в университете у вас не спрашивают никакие правила, то это не так. Например, наша преподавательница по региональному пиару каждую пару начинала с того, что она всех нас опрашивала, что же такое связи с общественностью, чтобы мы, наконец-то, запомнили научное название для этого определения. Немножко отключаемся от бумажных принадлежностей. Я вам всем очень рекомендую купить себе вот такой вот маленький пенал, который одевается на тетрадке. Он на резиночке, и он не занимает совершенно никакого места, но при этом вмещает в себя все необходимое. То есть, это карандаш, пластик, какую-то ручку и текстовый делитель. А что еще вам нужно? Для тех, кто не любит с собой таскать много канцелярии или просто у вас ее нет, это будет очень классным решением. Я знаю, что такие продавались в фикс-прайсе, но теперь их там уже нет, я не видела. Поищите на Алиэкспресс, на стейчный репал. В разных цветах у меня, смотрите, как идеально совпало с цветом моего блокнота. И можно даже такое брать в путешествие. Он не будет у вас кататься по всему рюкзаку, не потеряется и всегда будет под защитой. Как и обещала, я вам показываю полезное приложение для английского языка, которое вам поможет в учебе. Оно называется Grammarly. Я им пользуюсь уже около года. Сейчас объясню, как это работает. Насколько я знаю, оно есть еще и на ПК, и на андроидах. Например, вам нужно написать какой-то текст на английском языке, составить какой-то реферат, доклад. Пока у вас уже все написано, вы копируете и вставляете в это приложение ваш текст. Приложение автоматически показывает ваши ошибки и как это можно заменить. Правильно написанные слова или неправильно используемые, то есть не в том времени, подчеркнуто красными. Вы нажимаете и вам сообщают, как это можно исправить. Вот тут не хватает запятой. Сразу нажимаю, и у меня запятая появляется. То же самое вот тут вот. Тут запятая лишняя. Но вот этот текст, он очень академичный, потому что я его просто скопировала с сайта о книгах. На самом деле, когда я пишу какие-то тексты сама, тут много ошибок, и это приложение позволяет мне быть более грамотной и получать лучшие оценки. Особенно во время того, как мы учились на дистанционке, наша преподавательница по английскому задавала нам кучу письменных работ, и меня это спасало. Для верного планирования всех ваших дней, то просто необходимо держать календарь на вашем рабочем месте. Неважно, пусть это будет даже обычный календарик, который по 3 рубля продается в книжном магазине, и вы его вставите в свой дневник или ежедневник, или же настольный. Не знаю, как я раньше жила без календаря. Мне нужно планировать, когда у меня будут выходить видео. Мне нужно планировать, когда я буду делать какие-то задания для университета. Полагает ориентироваться во времени. Конечно, сейчас появились электронные календари, но лично мне неудобно каждый раз залазить в телефон, искать этот календарь. Совсем недавно на Алиэкспресс появились вот такие новые виды стикеров. Я не буду вам показывать обычные, потому что их все знают. Но это двойные стикеры, сверху у них есть такой язычок с надписью ОК, который можно оторвать после того, как вы выучите какой-то материал. Сейчас я вам объясню, как это работает. Наш конспект, и здесь у нас есть какое-то определение, которое нам нужно будет выучить. Я клею его сюда, и забываю об этом, как обычно. Но, когда я беру тетрадь из сумки, я вижу, что у меня есть вот тут такой вопросик, а значит, мне что-то нужно выучить. То есть, это работает как хорошая напоминалка. Я, конечно, здесь неудачный цвет забрала. Тут есть еще красный, зеленый, оранжевый, такие классные животные. Я выучила какое-то определение, и могу вопросительный знак оторвать, и у меня будет тут восклицательный знак. То есть, я это уже выучила, и мне ничего не нужно. Невероятно удобно, тем более, что цена вопроса 100 рублей. Знаете, это как раз именно тот момент, когда ты не знал, что такое существует, и не знал, что тебе это необходимо, но как только у тебя появилось, уже не знаешь, как без этого жил. Давно никто не отрицает полезность текстовыделителей, и обычно все показывают свои любимые. Тут у меня тоже любимые текстовыделители, скорее всего, от Стабила. Но я настоятельно рекомендую каждому из вас приобрести себе какой-нибудь набор мини-текстовыделителей. Вам это точно понравится. Они настолько легкие, и, например, Стабила я могу носить с собой только один. А я люблю на разных предметах, на разных, так скажем, уроках использовать разные цвета, но у меня это не получается, потому что они слишком тяжелые, а мой университет довольно-таки далеко. Но если вы покупаете себе вот такие маленькие наборчики, то у вас уже есть возможность носить даже 3-4 с собой. Во-первых, они невесомые, и, во-вторых, из-за того, что они всегда протаются в мини-пенальчиках, почти не занимают никакого отдельного места. Я показываю вам сразу два, но они совершенно разные. Это яркие, а вот эти пастельные. С мороженками я покупала в Зако, чтобы вы понимали разницу. Вроде бы оба желтые, оба розовые, но, как вы можете заметить, это яркие, а это такие приглушенные цвета. Смотря кому как нравится, я никому не навязываю свое мнение. Понятное дело, что сейчас пастельные, они больше популярные и модные. Лично мне больше нравятся пастельные. Я не знаю, как это объяснить, но они какие-то более, так скажем, спокойные, приятные глазу, не раздражают. Это прям фиолетовый, а это лавандовый. Так как я показала вам уже эту штучку, давайте я вам объясню, что же это такое. Такие интересные вещи тоже найти можно очень легко в магазине Зака. Я заметила, что у меня в этом видео большинство товаров из этого магазина, но он дешевый, и там разные милые вещи. Словарик для запоминания слов можно его прикрепить на рюкзак или сумку, или на пенал. И это очень круто работает. С одной стороны вы записываете английское слово, а с другой стороны русское. Таким образом вы можете себя проверять. Вы услышали какое-то слово, быстренько его записали, и потом также легко учить. А когда уже выучили, можно и эту страницу вообще вырвать, чтобы она вам не мешалась. У меня это с принтом замка, но там были разные. Стирающиеся ручки. Это очевидно самая, наверное, полезная вещь, которую только я когда-либо покупала. Мои любимые от пилот, но также можно найти вот такие в фикс прайсе. Многие писали мне, что эти ручки быстро заканчиваются, но все стирающиеся ручки намного быстрее заканчиваются, чем обычные. И это не такая уж большая проблема, но зато вы всегда можете стереть вашу ошибку, в том числе и на каких-то контрольных, и на диктантах. Тут какие-то специальные чернила, и сверху всегда есть пластик. Фирма пилот из той же серии, как стирающиеся ручки, выпустила фломастеры стирающиеся, которые очень классно используют в конспектах, чтобы что-то подчеркнуть. И когда вы это выучите, то можно стереть. Цвета тут очень необычные, нестандартные. Я бы сказала, они темные. Как это работает, тоже, мне кажется, довольно-таки очевидно. Например, вы что-то подчеркиваете, можно даже что-то написать. Здесь уже ластик на колпачке снизу. Заказать их можно на Алиэкспресс, но это невероятно удобно. Не остается никаких следов. Покажу все цвета, которые тут есть. Вроде бы еще есть второй набор, с немножко более яркими цветами. Не стоит забывать важность стикеров. Особенно такие, которые хорошо клеятся, как постик. Я покупаю их перед каждым новым учебным годом, и мне хватает надолго. Вот это я специально покупала для зимы, заказывала. Я пишу тут все, что угодно, помимо того, что мне просто нужно выполнить. Делаю какие-то подсчеты, быстрые записи. Если у меня нет доступа к заметкам в телефоне, то это вообще классный вариант. Есть даже просто черные, на которых вы можете писать блестящими ручками или белыми ручками. Это тоже очень классно, атмосферно выглядит. Мне кажется, неоновые стикеры есть у всех. Они бывают в разных формах и очень красивые, но для именно дел, не для баловства, мне подходят просто обычные квадратные одноцветные стикеры. Что ж, стирающиеся ручки и стирающиеся фломастеры мы посмотрели, еще бывают восковые мелки. А точнее, это что-то типа карандашей. Когда вам нужно что-то написать, вы его выдвигаете и задвигаете назад. Он у вас никогда не сломается. Грифель всегда внутри, под защитой. Иногда ими более приятно подчеркивать, потому что цвета мягче, чем фломастеры или брашпены. И даже если они у вас выпадут, так же, как у меня сейчас, с ними ничего не случится. Брашпены. Я не могу сказать, что это что-то неизвестное. Уже в наше время все используют их, все делают какие-то красивые заголовки. Я не всегда делаю какие-то супер-классные заголовки или это как-то очень красиво оформляю, но мне очень нравятся брашпены. Это удобно, они классно гнутся, особенно от томбол. С одной стороны кисточка, с другой стороны фломастер. Если вы сейчас готовитесь к экзаменам, особенно к ЕГЭ и ОГЭ, скорее всего, вам дают кучу разных бумажек, каких-то пробников, листочков, которые вам нужно сохранить. И чтобы у вас это не валялось по всей комнате непонятно как, я вам рекомендую завести какую-то отдельную папку, особенно если она внутри вот с такими вкладышами прозрачными, чтобы можно было вложить сразу несколько бумаг, распределить их по предметам. Ну и, конечно же, не забывайте про важность обычных магнитных закладок. Это даже круче, чем клипсы. В том же дневнике или ежедневнике отметить то место, где вы на данный момент находитесь. В Малейске не есть специальная лисая закладка, чтобы не потерять, но в ежедневниках, которых этого нет, мне кажется, суперудобно использовать вот подобную закладку. И вы всегда сразу будете открывать на нужном вам дне. Кто может быть думать, что это только для книг, но на самом деле это не так. То же самое с учебником. Можно купить набор из 10 закладок в фикс прайсе, разместить по всем вашим учебникам. Вы приходите в школу или в университет и открываете на том месте, где вы сейчас находитесь, и вам не нужно искать 350 лет, какая же у вас сейчас страница. Вот такие прикольные магнитные закладки сейчас продаются в фикс прайсе. Насколько я знаю, они там еще есть. С разными городами, с достопримечательностями, с котиками, и также есть времена года. Да, тут 8 штук, и стоили они вроде бы 77 рублей. Это было все. Надеюсь, вы нашли для себя хотя бы несколько полезных товаров из этого видео, и вынесли что-то полезное. Ставьте лайки. С вами была Виктория Крокус. Всем пока!